Образование Образование Отгораживаться от остального человечества – это глубоко-глубоко неправильно. Разве это не время для нашего общества переосмыслить то, что лучше для детей? Я хочу найти баланс прав между правом родителей воспитывать ребенка в своей вере и правом детей определять свои собственные убеждения и взгляды на мир с подлинно открытой душой. В настоящее время одна из трех государственных школ в нашей стране – это религиозная школа, школа, формально связанная с религией. Эти школы имеют экстраординарные привилегии. Поскольку 60 лет назад церкви обеспечивали половину денег для своих школ, многим из них позволялась дискриминация на почве религии при выборе учеников и в наборе персонала. Они также имеют право преподавать по собственной программе религиозного образования. Сегодня мы, налогоплательщики, финансируем управление этими школами и также оплачиваем до 90% стоимости их строительства. Но проблема в том, что церкви держались за свои специальные полномочия в своих школах. И затем правительство Тони Блэра приняло решение, которое навсегда изменило Великобританию. Это учреждение надзора за 100 новыми религиозными школами, включая мусульманскую, индуистскую и школу сикхоп, наряду с 42 академиями, спонсируемыми христианскими организациями. Большой человек для большой работы. Чарльз Кларк долгое время ждал этого. Этот человек был министром образования в правительстве Тони Блэра. Почему же он открыл шлюзы? Вы можете сказать, что мы только собираемся контролировать их, что у вас есть христианские и незначительная часть других религиозных школ. По-моему, мы рискуем встать на путь дискриминации, утверждая, что христианские школы должны быть, а, к примеру, мусульманских быть не должно. И это недопустимо, ведь все должны быть в равных условиях. И я понимаю желание Чарльза Кларка не допускать дискриминации в отношениях религиозных меньшинств. Я согласен, что нам нужно одно правило для всех. Но я думаю, правительство оказалось на ложном пути. Следовало бы отметить компоненты веры в целом, а не поощрять религиозное образование. Вы можете привести логический аргумент, я вас понимаю. Фактически, я был соавтором брошюры об этом в 1978 году, в которой говорится об отмене всех религиозных школ. Но я думаю, что вы обязаны посмотреть на то, как общество в целом относится к религиозным школам. Вам не пришлось бы упразднять их, а просто прекратили бы поддерживать их правительственными деньгами. Но это то же самое, что и их отмена. Я имею в виду результирующий эффект того, что должны были закрыться тысячи школ. Оставьте школы. Но отменить разделение на католические, протестантские... То есть вы хотите, чтобы такие школы не финансировались, как это делается сейчас? Точно. Но сами школы могут продолжать работать. Те же здания, те же учителя. Но так они лишатся 90% бюджета. Закрытие этих школ последующее, как мне кажется, за такими мерами... Нет, на такое они не пойдут. Но школы сами будут решать, закрываться или нет. У них есть выбор. Представьте, я министр образования. У меня во стране закрываются 4000 школ. Но это их собственное решение, не мое. Но в результате того, что я сказал гипотетически, я помахиваю вашей большой дубинкой, которую вы предложили мне. Я не думаю, что общество приняло бы это. Быть ключевым игроком в этой большой азартной игре с системой образования нашей страны, вы надеялись, что будет больше энтузиазма и убежденности в поддержке Чарлизом Кларком религиозных школ. На самом деле известно, что раньше он был против них. А свою защиту таких школ он оправдывает в основном тем, что люди не будут голосовать за их упразднение. Но я уверен, что Чарльз Кларк неверно оценил настроение в обществе. Мы заказали опрос общественного мнения, результаты которого показали, что явное большинство, 59%, считает, что школы должны быть для всех, независимы от вероисповедания. И что правительство не должно спонсировать какие-либо религиозные школы. Я полагаю, что правительство должно действовать и превратить религиозные школы в просто школы. Первый и наиболее заметный эффект от продвигаемых этими школами изменений заключается во все более странном поведении родителей, особенно когда дело касается месторасположения начальных школ. Около 7% населения Британии посещают церковь. И около 36% начальных школ находятся в ведении церквей, которые могут выбирать себе учеников, основываясь на религии их родителей. А что насчет предпочтений родителей? Хорошо, давайте поговорим об этом. Допустим, я со своими детьми живу здесь, в Оксфорде, на этой самой улице. Если нам нужна начальная школа религиозной направленности, мы можем выбрать любую из этих красных точек в нескольких шагах от нас. Вот школа святого Филиппа, вот школа святого Иакова, там католическая школа святого Алоизия, а там еще одна англиканская школа святого Варнавы. Но если мы хотим школу без уклона в религию, нам придется пройти несколько миль туда, туда или туда. А родители, которые хотят воспользоваться своим правом выбрать для своих детей не основанное на религии образования, фактически подвергают дискриминации. Их детям нет доступа в одну из треть всех британских школ с государственным финансированием. Что по этому поводу думают родители? Я захожу на Мамснет. Джастин? Ричард, приятно тебя тут встретить. Привет, Джастин, спасибо, что согласилась пообщаться. Добро пожаловать в башне Мамснет. Мамснет – это интернет-форум, куда родители заходят, чтобы, используя псевдонимы, откровенно обсудить проблемы, касающиеся их детей. Я спрашиваю, что они думают о духовных школах. Форумчанин под ником Slack говорит, что дело не столько в том, что нам навязывали выбор, сколько в том, что сейчас из школ с государственным финансированием исключают с мотивировкой «безбожник». Было бы неприемлемо исключать детей, исходя из их цвета кожи, но почему-то считается нормальным делать это по причине отношения к религии родителей. Сына Джо Боунса исключили из всех трех местных начальных школ – двух англиканских и одной католической – на основании того, что его родители не ходят в церковь. О боже, тут столько всего, я не успеваю. Подождите минуточку. Если родители не хотят, чтобы их детей исключили, есть такой вариант, как само собой прикинуться верующими. Каждое воскресенье наши соседи пуча глазки спешат в церковь, лишь для того, чтобы их дети могли ходить в местную школу. Мы слышим подобное снова и снова. Я познакомился с одной парой, которая хотела записать свою дочь в лучшую, по их мнению, школу района. Это была католическая начальная школа. Но была одна проблема – они не были убежденными католиками. На отборочных испытаниях девочка набрала максимальные баллы. Понимаете, первый ребенок хочет, чтобы у него было все самое лучшее. Да, мы ходили в церковь на протяжении четырех лет. Знаете, делали то, что от нас требовалось. Вы ходили туда, чтобы пропихнуть ребенка в эту школу? Да, мы ходили в церковь каждое воскресенье. Посещаемость – это один из критериев. Приходской священник должен, так сказать, одобрить вас. Он стоял у двери и отмечал всех входящих по списку? Не совсем, но что-то похожее. После службы все окружались священника, чтобы сказать «Здравствуйте, посмотрите, я здесь». Хелен перешла в католицизм, так ведь? Перешла в католицизм из чего? Из протестантизма. Вас воспитывали в традициях? Плимусские братья, плимусская братья, шотландская ветвь. То есть я пошла на такой шаг ради своей дочери. Приходилось ли вам делать еще что-либо? Были ли какие-то еще требования? Любезничать со священником. Любезничать каким образом? Ну, если у него кашель, ты идешь и покупаешь ему микстуру. Иногда просто льстишь его самолюбию. Это нельзя назвать явной взяткой. Было ли что-нибудь еще более серьезное? Ну, дошло до такого, что могло быть расценено как намеки. Такие вещи, как, знаете, крышу церкви, пора ремонтировать, и, знаете, вроде как дают понять, что это обойдется где-то в пять тысяч. Пять тысяч? Если вы, ну, внесете часть этой суммы, вашему ребенку гарантируется место в школе. Если бы вы дали церкви пять тысяч, вашего ребенка приняли бы в школу? Да, да, безусловно. Он из этих денег ничего не получает, но если его церковь популярна, если в воскресенье все скамейки заняты, если церковь преуспевает, значит он хорошо работает, не так ли? Он мне так и сказал, про скамейки. Мы связались со священником, о котором идет речь. Он отверг эти жалобы и заявил, что не имеет никакого отношения к приему детей в школы, и что этим занимается независимая организация. Что касается других религий, представители англиканской церкви говорят, что прием в эти школы не всегда зависит от религии родителей, и они надеются, что никто из родителей не чувствует себя принуждаемыми ходить на службы, чтобы их ребенка не исключили из школы. Совет Британских Евреев считает правильным, что родители должны поддерживать ценности и идеалы иудаизма. Но почему же родители-атеисты отправляют своих детей в духовные школы? Кажется, что причина этого в оценках. Статистика показывает, что в прошлом году две трети всех начальных школ с наивысшей общей успеваемостью управлялись церквями. В чем же тут дело? Духовные школы в самом деле лучше. Разумеется, Бог не помогает их ученикам с тестами. Посредством массового исследования полумиллиона учеников начальной школы, этот человек сделал авторитетный вывод. Мы можем сравнить детей, которые живут в одном районе, таким образом вы сравниваете здания, стоящие рядом друг с другом. И если вы сделаете это и сравните детей в этих очень сложных обстоятельствах, одного ребенка, ходящего в религиозную школу, и не ходящего другого, вы обнаружите, что скорость, с которой эти дети развиваются, очень и очень похожа. Если вы проверяете существование преимущества в успеваемости при таких условиях, они почти не выявляются. В конечном итоге преимущество высокой успеваемости, которым славятся духовные школы, идет от побуждения родителей, связанного с их происхождением и их благосостоянием. Таким образом, данные свидетельствуют о том, что идея о более высоких результатах в религиозных школах всего лишь миф. Речь идет о социальном уровне учеников и настойчивости родителей, готовых идти по головам, лишь бы их детей приняли. Значит ли это, что родители напрасно тратят свое время, пытаясь пристроить своих детей в религиозную школу? Глядя на имеющиеся данные, вы сами сделаете вывод. Может показаться, что нет ничего неестественного в том, что родители внешне следуют тому, во что на самом деле не верят, ради того, чтобы устроить детей в духовной школе. Небольшая сделка совестью, кто их не совершал? Но меня беспокоит то, что родители могут невольно свести детей с правильного пути, что будет сложно потом исправить. Сейчас религиозной является каждая третья школа Великобритании, и их число растет повсюду в нашей любимой славной стране. Как атеиста, меня это волнует, но не по тем причинам, о которых вы подумали. И помни создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия в них. Может, это удивительно, но я за религиозную грамотность. Когда мы путешествуем по сельской местности Англии, я действительно чувствую, что для понимания Англии, деревенских матчей по крикету, вечерней, праздника урожая, свадеб и крестин, вы должны иметь представление о культурном наследии Англии и христианстве как его части. В равной степени, если вы хотите понять наш огромный мир, мусульманский Коран и индуист Кхэб Хагавадгита также заслуживают изучения. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Неудивительно, что я наслаждаюсь, читая Библию, потому что, по крайней мере, в версии короля Якова I, 17 века, это самый красивый английский язык. Пойдите к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Пожалеешь розгу, испортишь ребенка. Составлять много книг, конца не будет. Эти и еще сотни других выражений наполняют нашу литературу и наш язык. Вы не можете оценить Шекспира, если вы не окунулись в Библию. Хотя я и считаю, что во всех школах важно преподавать культуру и религии, меня беспокоит, что религиозным школам позволено куда больше. Даже вполне умеренная англиканская церковь на заседании Совета архиепископа открыто заявила целью около 5000 своих школ укреплять тех, кто истинно верует, просвещать тех, кто принадлежит к другой религии и стыдить тех, кто в неверии. Чем это грозит тем, кого это касается в первую очередь, нашим детям? Полагаю, что мы пытаемся разобраться в... религиозных вопросах. Здесь легко убедиться, что в религиозной общности есть определенный смысл. Главной целью является не просто ознакомление с основными религиями, а также обретение религиозного опыта. Взрослым людям порой очень трудно принять решения, касающиеся таких вещей, о которых они ничего не знают, с которыми никогда не сталкивались. Поэтому для кого-то было бы легко сказать, «А, религия – это все чепуха». Хотя они никогда и не пробовали вести жизни религиозного человека. И поэтому христианский фонд стремится, чтобы дети приобщались к религии, но не требуя, чтобы они ее принимали сразу, раз и навсегда. А, как бы говоря, религия устроена так-то и так-то. Образованный человек должен иметь представление об этом предмете. Здесь я не согласен с Джаниной Айнсворд. Она считает, что важно понять религию еще в школе. Но, по-моему, нельзя ожидать, что дети смогут критически отнестись к таким серьезным вопросам. Меня беспокоит, что церкви нацелены именно на детей, прекрасно понимая, что в этом возрасте они наиболее восприимчивы. Я покажу тебе, что делать дальше. Должна получиться коробочка. Хотите, чтобы я сложил коробочку? Да. Хорошо. Так. Вот и коробочка. Видите ее крышки? Я могу сделать шляпу из этого. Что, нравится? Нет. Оденьте на меня. Спасибо. Примерно 60 лет прошло с тех пор, как я был ребенком. Но я до сих пор помню, как сложно сложить лист бумаги в китайский кораблик. Это было моим любимым увлечением в школе. У нас получается. Здесь будет непросто. Отгибаем это сюда, а это сюда. И поднимаем паруса. Лодка готова. Одна из школ Оксфорда, Уиндмильская начальная, не входит в число духовных. Но я здесь для демонстрации детской естественности, склонности к восприятию новой информации. Матрос вышел в море. Море, море, море. Я напомнил одну из учениц всем известную игру «Владушки». В течение нескольких минут другие подхватили игру, показали ее друзьям, объединились и придумали другие варианты. Детям нравится подражать, а также приобщаться к чему-либо. Иногда, когда начинаешь думать об идеях, просто поражаешься, как быстро они укореняются в этих восприимчивых умах. То, что дети усваивают в детстве, остается на всю жизнь. Догмы и ежедневные церковные ритуалы. Разве это им нужно в жизни? А ведь в духовных школах все намного серьезнее, чем заучивание гимнов и молитв. Внушение идей проходит красной нитью на уроках религиозного образования. Многие школы сами разрабатывают учебный план по этому предмету. И часто родители еще и платят за эти уроки. Нам не позволили снимать на уроках религии в иудейской или католических школах. Поэтому я обратился к тому, у кого есть информация, накопленная в течение многих лет, о том, что на самом деле происходит. Проблема состоит в отсутствии контроля. Контролируют все религиозные программы обучения. Департамент образования инспектирует религиозное обучение в других школах с государственным финансированием. Но в религиозных школах, финансируемых из госбюджета, есть собственные инспекторы, чтобы контролировать уроки. Это негативно влияет на другие предметы. Так, во многих духовных школах, католических в частности, предметы, половое воспитание и социальные навыки преподаются в рамках уроков религии. Многие религиозные школы поступают также и с традиционным образованием. Таким образом, вопросы рассматриваются через призму религии. Сколько времени они на самом деле тратят на занятия по религии по сравнению с остальными уроками? Ну, у нас есть пример, финансируемый из госбюджета иудейской школы, где на седьмом году аналог первого класса средней школы у учеников по восемь часов религиозных уроков каждую пару недель. Что сравнимо с шестью часами на пару недель на науку сильно превышает любой предмет из курса светских предметов. Дирекция одной из религиозных школ пошла на смелый шаг, допустив нас с камерой на занятия. Ладно, продолжим, девочки. Хорошо, теперь мы знаем, чем будем заниматься на уроке. Мы будем ставить пьесу. Я просто думала, насколько универсальна эта история. Тогда все было согласно семейным традициям. Ты должен был подчиняться им. Это средняя школа Мадани, мусульманская школа в Лестере. И одна из 11 мусульманских религиозных школ в государстве в настоящее время. Я здесь, чтобы своими глазами увидеть, как религия и образование существуют. У этой школы неплохие результаты, и многие из девочек надеются стать будущим юристами, врачами и учителями. Религиозные школы иногда обвиняют в том, что они подавляют детский разум, обучая их тому, что есть одна истинная вера, и что вы сможете узнать истину из священного Писания, нежели из объективного восприятия мира. Те, кто так думают, не до конца все понимают. Если вы придете в нашу школу и посмотрите на наши уроки, вы увидите, что мы очень открытые умы и мыслим критически, воспринимая мир очень критическим способом. Как и во всех государственных школах, здесь преподают естествознание в соответствии с национальной образовательной программой. Но, как и во многих религиозных школах, они дополняют его своими уроками религии, которые не подлежат государственной школьной инспекции. В нашей школе, когда учителя объясняют нам материал, учат тому, только от нас зависит, верить ли в это или нет. Учителя прислушиваются к нашим мнениям. В конечном итоге у каждого есть право выбирать, какую точку зрения разделить. К примеру, рассмотрим такой вопрос, родственники ли мы шимпанзе? Вы верите в то, что мы родственники шимпанзе? Или других обезьян? По-моему, это не так. Может быть, нам поможет ваша учительница? Что вы думаете по этому поводу? Мы преподаем по учебному плану, так как придерживаемся его. Мы учим их теории эволюции. Но потом я им объясняю, что мы верующие, наши взгляды основаны на исламе. Но девочки, естественно, имеют собственные взгляды и спрашивают. «Мисс, мы действительно произошли от шимпанзе?» У них есть свои мысли по этому поводу, и они сами определяются, и мнение каждой из них будет таково, что «Нет, мы не произошли от обезьян, мы верим, что такого не было». Они все приходят к выводу, что современный человек не возник в процессе эволюции. «Да. Каждый в вашем классе в школе приходит к такому выводу?» «Ну, в моем классе – да». «А сколько их?» «Ну, я учу 60 десятилетних учащихся, так что 60 из них. И все 60 в итоге отказываются от теории эволюции. Так?» «Да, потому что, очевидно, у них есть вера, которой является ислам». «Кстати, об эволюции. Теория эволюции о том, что люди произошли от обезьян и так далее. Но если обезьяны все еще существуют, как тогда люди могли от них произойти?» Это самый распространенный вопрос, который мне задают. «Что же ответит на него ваш учитель?» «Я бы хотела узнать ваше мнение». «Я тебе отвечу, но нам сказали, что с вашей учительницей вы проходите теорию эволюции. Мне было бы интересно узнать». «Это именно то, чему мы их учим, что мы произошли от обезьян и путем естественного отбора стали людьми». «Но ее вопрос о том, почему обезьяны до сих пор существуют». «Я отвечу вам». «Потому что обезьяны еще существуют». «Во-первых, мы не просто произошли от обезьян. Мы и есть обезьяны. И когда одни животные происходят от других животных, они не вытесняют их». «Мы эволюционировали не от шимпанзе». «Шимпанзе и мы эволюционировали от общего предка, который жил около 6 миллионов лет назад и не был ни человеком, ни шимпанзе». «Но здесь на кону вопрос куда более серьезный, чем соглашаться с теорией эволюции или нет». «Беспокоит тот факт, что школьные учителя, которые заявляют, что хотят, чтобы их ученики были непредубежденными, пройдя курсы религиозного обучения, также приучают их отвергать доказательства, основанные на фактах, составляющих саму основу науки и рационального мышления». «К чему это ведет?» «Школы существуют для того, чтобы представлять информацию в полном объеме, но это дело каждого, чему верить, а чему нет. Поэтому я хотел бы оставить право выбора за этими молодыми людьми». «Так вы считаете, что принятие или неприятие научного факта должно быть личным выбором, основанным на традиционной вере?» «Но ни в одном источнике, который я считал, не говорится о том, что эволюция – научный факт». «Лишь то, что есть научная теория о том, что процесс эволюции имеет место». «Есть и другая точка зрения. По религиозным убеждениям, Бог создал всех людей». «Я надеюсь, вы поймете, что для наших юных умов эволюция – лишь маленький аспект в их жизнях, и, возможно, не самый значительный». «Это совсем не пустяк в жизни учителя естествознания. Она будет учить детей вещам, которые противоречат всему научному сообществу». «Нет, совсем не пустяк, но на самом деле это очень важно. Если наука вам говорит одно, а Коран – другое, что вы выберете?» «Ну, мне хотелось бы верить, что поскольку наука, научное знание и Коран исходят по существу от одного и того же Творца, то противоречия и не будет. Противоречие может возникнуть из-за того, как мы понимаем эти факты». «Звучит разумно. Я бы посоветовал, если вы позволите дать вам совет, конечно. Вы никогда не сможете опровергнуть теорию эволюции. Факт – это упрямая штука. Вам стоило бы взять текст Корана и согласовать его с эволюцией, как поступили христиане». «На уроках религии мы изучаем и естество знания и Коран. По большому счету, мы все пришли к выводу, что Коран подтверждает научные данные, то, что ученые обнаружили совсем недавно. Уже есть в Коране, написанном 1400 лет назад. Но среди этих вещей, очевидно, нет эволюции. Нет. А что там есть? Там упоминается форма земли, горы, как они скрепляют землю. И что в море разная вода, и она не смешивается, соленая вода и питьевая вода. Она остается пригодной для питья, и эти воды не смешиваются, но текут друг через друга. Соленая и пресная вода в море не перемешиваются? Нет. Это как... Это естественный барьер. Я был поражен, что религиозное образование может попирать науку подобным образом. Так вы думаете, что Коран — это хороший источник научной информации? Да. Да, именно так. Ясно. Ты хочешь стать врачом, правильно? Да. Я не знаю, во всех ли духовных школах такая идеология одерживает победу над настоящим обучением, но боюсь, что ничего не может это предотвратить. Я думаю, что религиозное образование должно преподаваться ответственно, никогда не отметая факты из истории и естествознания. По моему мнению, религиозное образование должно быть включено в государственный учебный план и подлежать официальным проверкам, как и другие предметы. Англиканская церковь заявила, что не будет противиться государственному планированию религиозного образования. И я приветствую это. Совет представителей британских евреев заверяет, что критическое мышление присуще европейскому религиозному обучению. И их инспекторы проверяют религиозное образование в их школах, согласно требованиям департамента образования. Но тогда почему они не хотят, чтобы их религиозное обучение проверялось в государственной школьной инспекции напрямую? Я думаю, они чего-то недоговаривают. Сторонники духовных школ утверждают, что такие школы в некотором смысле необходимы, чтобы облегчить передачу религиозной культуры новым поколениям. И я понимаю этот аргумент. Но какое же влияние это оказывает на все наше общество? Этот человек в прошлом, последователь ислама, чувствует беспокойство, что духовные школы восстанавливают старые границы. Когда в начале 70-х я приехал в Англию, я сам, мои друзья, моя семья часто страдали от расизма, чувствовали себя изгоями. Такие же, как я, люди идут на добровольную сегрегацию, когда другие люди столько сил положили на то, чтобы мы могли общаться без ограничений, участвовать в общих делах и быть частью большого сообщества. Что меня поражает в мире, так это разнообразие идей, которые нам могут встретиться, призванных разделить нас, отделить от остального человечества в открытую. Это очень и очень печально. Некоторые верующие заявляют, что они научились сплоченности в их школах, и что это было подтверждено Департаментом образования. Но, как мы видим, Департамент образования не проверял, что именно изучают в этих школах на уроках религии. Они даже не рассматривают правила приема в эти школы, которые могут быть дискриминирующими по религиозным признакам. Меня беспокоит то, что школы веры практически поощряют отделение от остальной части общества. Сейчас я хочу спросить, как важно для родителей иметь право на сохранение их культуры через школу своих детей. Или же это создает опасный и спорный менталитет «они и мы». Религиозные школы процветают в этой стране. Одно из ключевых утверждений людей, их поддерживающих, состоит в том, что в таких школах у учеников вырабатывается чувство общности. Но именно это чувство единения отделяет их от других, обученных в вере в другого бога или другой теологии. Дети, которые никогда не пересекались в школе, повзрослев, вряд ли смогут найти общий язык. События недавнего прошлого предупреждают нас о том, как разрушительно может быть религиозное образование, когда оно помогает выковать родовую обособленность. Человеческая психика имеет два больших недуга. Первый – это желание пронести вендетту из поколения в поколение. И второй – это склонность обобщать и навешивать на людей ярлыки, а не видеть личность в каждом из них. Одним из больших шрамов является Северная Ирландия, где вы можете увидеть знаки протестантско-католического разделения на стенах, флагах, растяжках, просто повсюду. Сегодня часть этого может быть предложена глазеющим туристам. К счастью, Северная Ирландия стоит на пороге новой эры. Политики, полиция и духовенство, как протестантское, так и католическое, все сотрудничают. Но одна область, которую, к сожалению, не затрагивает Билфасское соглашение – это образование, которое грозит возобновить конфессиональное разделение. Для детей родовое разделение начинается с детского сада. В июле 2010 года сообщалось о девятилетних детях, которые учинили беспорядки, закидывая камнями и оскорбляя другую сторону. Около 95% учеников Северной Ирландии посещают либо католическую, либо протестантскую духовную школу. Многим из них ни разу не представлялась возможность просто побеседовать с представителями иной веры. Обычно браки заключаются между людьми одной веры, а если они встретятся на рабочем месте, то только потому, что строгий закон о труде требует равенства. Казалось бы, здесь, как нигде, отдельные религиозные школы не должны рассматриваться как благо. Казалось бы, люди должны приветствовать тесное общение школьников-протестантов и школьников-католиков. В настоящее время подавляющее большинство католиков идут в так называемые школы на католическом обеспечении. Протестанты же идут в государственные подконтрольные школы. Я хочу встретиться с обеими сторонами. Я думаю, все сводится к выбору, и я убежден, имеющие документально подтвержденную историю академической успеваемости. Я хотел бы, чтобы мои дети ходили в одну из таких школ. Но все чаще родители стремятся выбрать самые лучшие, по их мнению, школы. Проблема в том, что в таких школах почти полностью исключено общение детей разного происхождения, не так ли? Кто-то скажет, что разногласия – это неотъемлемая черта людей, что им присуще образовывать племена и отделять себя от других. И что это может происходить по многим признакам – цвет кожи, язык. И религия – все же довольно безобидный мотив для обосабливания. И к тому же это добровольно, никто ведь не заставляет ограничивать себя принадлежностью к одной религиозной группе. Не согласен, религия оказывает свое влияние уже тысячи лет, и это будет продолжаться до Второго пришествия. Но должна ли она вызывать такую рознь? Лично я не считаю, что религия вызывает рознь. Правда? Вы живете в Уольстере, и все равно не считаете, что религия вызывает рознь? Нет, так я не считаю. Я думаю, что мы все разные. И надеюсь, что у нас получится вместе переступить через эти различия. Эти различия лежат в области нашей теологии, того, как мы отправляем наши богослужения. Я уверен, что все наши церкви нуждаются в реформации. И я буду рад, если однажды случится реформация, подобная той, что была в 16 веке. Возможно, первопричиной моей подозрительности в отношениях духовных школ является распространенное убеждение, что дети как бы принадлежат родителям и их религии. Все дело тут в выборе, который делают родители. И я обнаружил, что это находит отражение у католиков. Наши католические школы, наша традиция католицизма, питают наши ценности, дают почувствовать себя частью целого, чувство единения. Вот чего родители желают своим детям, и подавляющее большинство родителей будут делать то, что они считают правильным для своих детей. Разве это незаконное право человека? О, несомненно, законное. О, несомненно, законное, но вы не согласны с этим. Мне многое не нравится в духовных школах, но вы, очевидно, не согласны с тем утверждением, признайте это. Хорошо, меня беспокоит любая изоляция детей, и не только в Северной Ирландии, основанная на религиозных предпочтениях их родителей. Потому что мне кажется, что религиозные предпочтения – довольно странный способ детской сегрегации. Ричард, давайте расставим точки над «и». Вы верите, что родители наделены человеческим правом выбирать образование для своих детей, или нет? Ну, думаю, да. Вот о чем вы меня и спрашиваете. Вы оставляете родителям их человеческое право, в том числе человеческое право, я, выбирать систему образования, такую, какую я не пожелаю для своих детей, следуя собственным верованиям и пониманиям жизни. Теперь вы хотите навязать свою точку зрения другим людям. Я думаю, это неправильно. Я думаю, вы должны проявлять уважение ко всем, а вы сам родители. Да. Ну, чего вы хотите своим детям? Что я... Чего хотите своим детям вы? Какими хотите, чтобы они были? Я хочу, чтобы они были объективными, я хочу, чтобы в них был скептицизм. Я хочу, чтобы они задавали критические вопросы, я хочу, чтобы они сами тянулись к знаниям. Я не хочу навязывать им свою точку зрения. Хорошо, я уважаю это. Что вы сказали, это отличная, вполне допустимая точка зрения, но вы должны позволять и другим людям иметь свою. Когда вы начинаете управлять или мешать родителям в их родительском выборе, вы на самом деле устанавливаете диктатуру, Ричард. Может быть, это то, чего вы хотите? Нет, я так не хочу. Нет, я так не хочу. Но, в общем, это то, что вы и сказали. Вы исходите из предположения, что то, как вы думаете, правильно. Я исхожу из предположения, что родители должны иметь возможность выбирать. Я верю в возможность вынести религию за пределы религиозной школы. И да, это будет покушением на родительское право как преподобного Гибсона, так и мистера Фланнагана выбирать образование для своих детей. Но посмотрите на результат родительских прав на примере Северной Ирландии. Разве настолько важны родительские права, чтобы позволять им рисковать, разделить два сообщества навечно? Проблема с правами в том, что они противоречат правам оппонентов. Что насчет права на свободу слова против права не быть оскорбленным? В случае с образованием у детей такие же права, как и у родителей. Дети имеют право не подвергаться идеологической обработке, не следовать безоговорочно вере своих родителей, а определиться в выборе после надлежащего сбалансированного обучения. Вон идет ребенок из консерваторов. Я вижу ребенка-социалиста. Та группа детей либерал-демократы. Что у нас тут? Группа детей логических позитивистов. Тот ребенок-экзистенциалист. Это абсурд, не так ли? У нас им в мыслях нет вешать такие ярлыки на детей. А меж тем, когда речь заходит о религии, общественность с готовностью говорит о детях-католиках, детях-протестантах, детях-мусульманах. Что за двойные стандарты? Я уже объяснял, почему я думаю, что такие допущения, укоренившиеся в самой идее религиозных школ, являются растущей угрозой. Но я не хочу просто нападать. Я глубоко уверен, что есть альтернатива. Я хочу убедить вас, что обучение лучше без веры. Я знаю, что это такое, потому что, когда я был мальчиком, я мыслил вполне традиционно и верил в Бога. Но именно образование позволило мне изменить свою точку зрения и разбудило мою любознательность. Любой учитель или родители могут по-разному повлиять на детей. У нас у всех есть жизненный опыт, но как нам лучше соблюсти право ребенка учиться действительно непредубежденно? Маленькие дети сильно подвержены простой вере во все, что взрослые им говорят. Так что моей отправной точкой будет предложить им инструмент для отделения фактов от вымысла. Когда моей дочери было 10 лет, я решил написать ей письмо, в котором просил ее подумать, как мы узнали о вещах, о которых мы знаем. Как мы узнали, например, что звезды, которые похожи на маленькие булавочные дырочки в небе, на самом деле огромные шары огня, как солнце, и они очень-очень далеко. Я упомянул одну хорошую причину поверить в истинность чего угодно. Это если есть доказательства, и я привел три плохие причины. Эта традиция «Верь в то, почему наш народ всегда в это верил, это передавалось через поколения». Проблема с традициями в том, что неважно, как давно придумали историю, она будет оставаться такой же истинной или ложной, какой была оригинальная история. Это авторитет. Верь в то, потому что твои родители верят. Верь, потому что священник верит. Верь, потому что учитель верит, или потому что в священной книге так. Это другая плохая причина верить во что бы то ни было. И, наконец, откровение. Верить во что-либо, потому что это кажется правильным, И в следующий раз, когда тебе говорят, что что-то истинно, почему бы не сказать им? Какие доказательства этого существуют? И если они не смогут дать убедительный ответ, я надеюсь, ты хорошенько подумаешь, прежде чем верить словам, которые они говорят. Твой любящий папа. Я очарован тем, как дети начинают постигать, как устроен мир. Я вернулся в начальную школу Уиндмилл, чтобы взглянуть на новое научное исследование того, насколько дети, естественно, предрасположены верить некоторым типично религиозным объяснениям. Мы используем различные методы. Просто просим детей, не задумываясь, ответить, что они думают о происхождении вещей. И после этого предлагаем им разные ответы. Итак, мы будем играть в игру. Мы посмотрим на некоторые рисунки. Доктор Дебора Келлемен, ведущий детский психолог в Бостонском университете. Тебе нужно выбрать ответ, который тебе кажется более правдоподобным. В этом эксперименте она предлагает детям вопросы, вроде «Почему скалы острые?» Один говорит, что они острые, потому что маленькие частички вещества долгое время наслаивались друг на друга, слой за слоем. А другой говорит, что они острые, чтобы животные могли чесаться о них. Какой ответ кажется тебе более правдоподобным? Про животное, которое чешется. Которое чешется. Хорошо, отлично. А вот еще один. Можно видеть, что дети примерно с 4 лет явно проявляют склонность поддерживать объяснение, основанное на значении предметов. Или давать объяснение происхождения вещей, исходя из их назначения. Другой вопрос, который она задает детям. Почему вода в озерах неподвижна? Один думает, что она неподвижна и нет волн, чтобы животные могли освежиться, и их бы при этом не смыло водой. А другой думает, что она неподвижна и нет волн, потому что никакая движущаяся вода не впадает в озера. Какой ответ тебе кажется более правдоподобным? Животные могут освежиться, и их не смывает. Значит, та, где животные могут освежиться, и их не смывает водой. Животные могут купаться в озерах, и их не смоет. Замечательно. Потому что нет двигающейся воды. Отлично. Я предполагаю, что дети окружены дома рукотворными предметами, телефонами, телевизорами, разными вещами, которые действительно разработаны для какого-то назначения. Сейчас мы видим, что дети начинают поступать так с того момента, как понимают, что вещи и предметы созданы кем-то для какой-то цели. И это подталкивает их к мысли, что те вещи сделаны с намерением, намеренно разработаны, и как только они понимают, да, они окружены намеренно созданными вещами, значит, это хороший способ, чтобы понять все вокруг. Как вы думаете, детей можно назвать естественными креационистами? В некотором смысле, да. Поскольку они увлечены и самостоятельно приходят к мысли, что вещи существуют с какой-то целью. И это у них ассоциируется с тем, что вещи были намеренно созданы для каких-то целей. Во многих отношениях это похоже на то, что мы видим в религии, в креационизме. Ты согласна с этим? Согласна. Согласна, великолепно. Итак, дети проявляют естественную тенденцию усматривать замысел и назначение в вещах, даже в тех, в которых этого нет. Это, конечно, дает религиям с их самонадеянным, но безосновательным чувством назначения и замысла особое преимущество. А вот почему очень важно поставить религию на место, как это сделано в нормальных школах, вроде Уиндмилльской, и не позволять ей вмешиваться в исполненные вопросов умы детей. Чем внушать детям идеи веры, которая может проповедовать лишь ограниченный взгляд на глубокие вопросы бытия, гораздо лучше разжигать детское любопытство к тем необычным вопросам, на которые мы до сих пор ищем ответы. Я собираюсь испытать альтернативный подход в школе Уиндмилл. Я надеюсь, я смогу поделиться с этими детьми чем-то из того, что я написал своей дочери, и добиться от них вопросов ко мне. Когда я был вашего возраста, я часто думал, что все, что говорят взрослые, правда. Но ведь так не может быть, да? Потому что разные взрослые говорят разные и не всегда приходят к одному мнению. Как же нам узнать, где правда? Вы, вероятно, все слышали об огромном плодоядном динозавре, который назывался... Вы знаете, как он назывался? Тиранозавр! Тиранозавр, правильно. Да, тиранозавр Тирекс. Теперь, если я скажу вам, что тиранозавр был такой же большой, как двухэтажный автобус, и он был выше слона, с вашей стороны было бы благоразумно спросить меня, откуда я узнал эти удивительные вещи? Доказательства – это хороший повод поверить. Наша величайшая обязанность в образовании – дать волю детскому любопытству и никогда не мешать им спрашивать. Вам и мне на самом деле очень повезло. Повезло, потому что мы живем в стране с долгой историей, трезвых суждений и задаваемых вопросов. Нам повезло, потому что мы живем в замечательном мире, в реальном мире, реальных доказательств. И я надеюсь, что вам понравится все больше узнавать обо всех тех замечательных вещах, которые есть в этом мире. Ну, мечехвосты, членистоногие, не сильно изменились. Многие другие вещи сильно изменились с тех пор. Как появилось солнце? Как оно появилось? Что ж, солнце появилось из огромного облака газа, которое образовалось из звезды, которое взорвалось. Почему вымерли динозавры? Наверное, это произошло из-за многочисленных пожаров. Образовалось много пара, дыма и пыли, и огромное облако образовалось вокруг Земли. Так что лучи солнца не доходили до нее. Мы так предполагаем, но никто не знает точно. И вы должны спросить, какие есть доказательства этого. Переведено на сайте notabinoid.com Переводчики – Алексей 314, Эльда, Атер Люкс, Ирина 73, Гапонов Алекс, Лютаком, Даркин Леха. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова